Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это. Как каталог импортозамещения поможет строителям? Как лучше передать недвижимость близким родственникам? Сколько стоит договор дарения? Почему дарственное лучше завещание? И так ли это? Я Анастасия Петрук, давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, на которые мы отвечаем максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте! Меня зовут Вадим и у меня есть вопрос. Какими будут новые уроки труда в школах? Уроки труда действительно возвращаются в школу, но уже видоизмененными. С 1 сентября 2024 года такие занятия станут для ребят проводником в мир современных профессий. Помимо привычной работы с тканями, металлом и бумагой ученики будут осваивать компьютерные программы и даже заниматься робототехникой и 3D-моделированием. Сейчас расскажем поподробнее. Итак, с 1 по 4 класс уроки труда будут проводиться раз в неделю. Там детей познакомят с материалами и организацией рабочего места, научат о работе с бумагой, тканями, пластиком, помогут освоить создание моделей и фигурок из различных природных материалов, а также дадут представление о средствах и способах работы с информацией. С 5 по 7 класс ребята ожидают 2 часа труда в неделю, а в 8-9 классе вновь час. Модули обучения делятся на обязательные и по выбору. Последние каждая школа определит самостоятельно с учетом более востребованных в регионе профессий. Начнем с обязательных модулей. Это производство и технологии. Там школьникам помогут разобраться с тем, как заниматься сельским хозяйством и как работает промышленность. Далее в модуле технологии обработки материалов и пищевых продуктов ребят познакомят со свойствами разных материалов и способами их обработки. Раздел компьютерная графика черчения поможет освоить работу в графических редакторах, а робототехника обучит разрабатывать автоматизированную технику. Что же касается 3D-моделирования, в рамках этого модуля будут обучать применять цифровые технологии на производстве. Модули по выбору включают животноводство, растеневодство, авиамоделирование, медиатехнологии, сети фермерства и многое другое. Польза для детей очевидна. Школьники приобретут навыки, которые в дальнейшем могут пригодиться им в самых разных сферах деятельности. Кроме того, ребята получат возможность определиться с будущей профессией и научатся уважать физический труд. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Рост российской экономики в прошедшем 2023 году оказался выше среднемировых темпов, а БВП вырос более чем на 3,5%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Владимир Путин. Президент отметил, что все реальные показатели превысили те, что прогнозировали ранее. При этом, по словам главы государства, выросли и нефтегазовые доходы России. Годовой рост составил почти 25%. В том числе, в четвертом квартале 2023 они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. Что же касается потребительского спроса и экономической активности граждан, они остаются высокими. И это позитивно влияет на развитие бизнеса в стране. Аналоги более чем 3,5 тысяч зарубежных строительных материалов внесены в российский каталог импортозамещения. Об этом сообщили в Минстрое. Ведомстве подчеркнули, что этот список позволяет упростить проектировщикам подготовку профильных документов, а также дает возможность строителям подобрать необходимые отечественные материалы с самыми современными технологиями производства. По последним данным, сейчас российские производители могут заместить до 94% зарубежных стройтоваров. Отмечу, что каталог импортозамещения включает сведения о материалах и оборудовании для строительства объектов образования, медицины, спорта и инженерной инфраструктуры. Число пользователей приложения Госуслуги Дом достигло 3 миллионов. Только за последнюю неделю его скачали более 400 тысяч россиян. Системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы проводит Минстрой совместно с Минцифрой. Самыми популярными у людей разделами приложения Госуслуги Дом является передача показаний и оплата счетов. На данный момент пользователи совершили больше миллиона платежей. Также растет количество обращений в управляющие организации. На текущий момент жители многоквартирных домов подали уже свыше 900 тысяч заявок. Набирают популярность и домовые чаты, к которым можно присоединиться благодаря сервису. Это сделали порядка 200 тысяч человек. А в ближайшее время в приложении появится новая опция – возможность подавать коллективную заявку от жителей. Мы продолжаем наш эфир и переходим к основной теме. Что такое дарственное, что такое завещание и что лучше выбрать? Передать недвижимость родственнику или близким людям можно разными способами. По договору купли-продажи, дарственной, завещанию, наследственному договору или ренте. Каждый из способов несет для собственника и получателя различные последствия. Кстати, расходы на их оформление и регистрацию тоже разные. Так как же лучше передать квартиру и иную недвижимость? Какой способ может оказаться дешевле? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашей гостьей Марии Тереховой, президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Анастасия, я также. Ну, давайте тогда разберемся, как же лучше передать свою недвижимость другому человеку? Ну, давайте разбираться. Что дешевле, что лучше, комфортнее. Давайте разбираться. Раз появилось слово как лучше, то, наверное, следующее слово, вернее, следующий вопрос. Кому лучше? Ага. Да? Согласны? Ну, наверное, давайте будем с позиции собственника. Ну, давайте и стой, и стой, потом обсудим. Ну, давайте. Давайте с позиции собственника. Человек жил-жил, нажил имущество и хочет им распорядиться. Как ему лучше? Ну, первонаперво, человек, который услышал слово дарение, или кто-то ему сказал, давай ты подаришь мне квартиру. Ну, такие часто ситуации, правда? Случаются. Случаются. Надо задуматься. Ну, допустим, а хочу ли я подарить эту квартиру? То есть, первонаперво, человек, собственник, должен подумать, а хочу ли я избавиться от этого имущества? А хочу ли я перестать собственником-то быть этого имущества? Или еще побуду. Или все-таки хочу его так избавиться, чтобы за него мне заплатили? Это мы сейчас говорим про формирование воли. То есть, чего на самом деле хочет собственник? Подарить, а может, он продать хочет? Или ничего не хочет, например? Если человек понимает, что да, действительно, я так люблю свою внучку, что хочу ей отдать эту квартиру. Конечно, ничего не требуя взамен. Это значит, человек, да, хочет подарить. Какая дарственная? Дарственная, да. И если у него, вот у этого собственника, есть иное жилье, то есть он прекрасно понимает, что у него есть где жить. И эта квартира у него, ну, не сказать лишняя, но он ничего не теряет, если он ее отдаст внучке. Тогда можно дарить смело абсолютно. Если же эта квартира для собственника является единственным жильем, это единственное место, где он может жить, то, наверное, лучше подумать в сторону завещания. Ну, если ты уверен в своей семье и знаешь, что тебя оттуда никто никуда не отправит. Это другая сторона медали. Опять-таки, если ты уверен в семье, то да, конечно, можно подарить и продолжать там жить. Но строго по закону надо понимать, что подарив, неважно, квартиру, машину, ручку, там, ну, все что угодно, ты перестаешь быть собственником. И уже обратно не отмотать. И пользоваться можешь только с согласия. Отмотать можно, это дальше расскажу. Хорошо, а это мы посмотрели со стороны дарителя. А если со стороны получателя, что лучше для получателя? Ну, для получателя счастья и то, и другое он получает недвижимость, да? Хотя бремя собственника на него тоже падает. Что такое бремя? Это в смысле обязанность. Да, я должна содержать то, что мне подарили или передали по наследству. Конечно, хочется получить имущество прямо сейчас. Правда? В этом смысле дарение лучше. Прямо сейчас я, как одаряемый, становлюсь собственником. Завещание – это, напомню, распоряжение на случай смерти. Я делаю распоряжение. Пока живу, все мое, как только меня не стало, получают мои наследники. И его можно оспорить, насколько я понимаю. А все одинаково оспаривается. Дарственное тоже можно оспорить? Конечно. Если есть много времени и моральных устоев нет, то, пожалуйста, можно, конечно, пооспаривать. Поэтому для одаряемого, то есть для второй стороны, ну, одарение, наверное, предпочтительнее. Ну вот алгоритм действий для того, чтобы получить наследство, подготовила наш корреспондент Айна Керимова. Она, собственно, съездила, проверила, услышала, узнала. Давайте посмотрим. Давайте. Многие представляют себе процесс получения наследства так. В дорогом кабинете, переполненном опечаленными родными и близкими, нотариус торжественно разрывает конверт и оглашает последнюю волю умершего. При этом кто-то в них становится богачом, а кто-то уходит ни с чем. Такая картина часто встречается в художественных фильмах, но так ли это на самом деле? На самом деле ни о какой торжественности, конечно, говорить не приходится, потому что это скорбное событие, которое, к сожалению, бывает, и наследники сталкиваются с вопросом оформления наследства. Что нужно для того, чтобы оформить наследство или обратиться для оформления наследства? Первое, конечно, необходимо получить свидетельство о смерти в органах ЗАГС. После этого наследникам необходимо обратиться в орган регистрационного учета по месту жительства, там, где проживал умерший. Основанием для наследования является наследование по закону, наследование по завещанию и наследование по наследственному договору. Завещание может быть все, что угодно. Человек вправе лишиться законных претендентов наследства и оставить имущество на любого. А если этого документа нет, то появляется строгая очередность по закону. К наследникам в первую очередь относятся супруг умершего, его дети и родители. Эти лица имеют равные права на все имущество умершего. Можно ли просто по всем этим вопросам обратиться к нотариусу за консультацией? Оформление наследства в России – это исключительная компетенция нотариусов. Важно помнить о том, что, в принципе, будь то оформление наследства, будь то оформление любого другого документа с участием нотариуса, не нужно думать и представлять о том, что это как-то сложно, дорого и долго. Потому что на сегодня нотариат развивается, все консультации, связанные с совершением нейтральных действий, нотариусов в России бесплатно. Сегодня все оформляется оперативно. Мы помним, что законом для принятия наследства установлен 6-месячный срок традиционный. Я хочу напомнить, что нужно до истечения 6-месячного срока обратиться с заявлением о принятии наследства. Если есть завещание и возникают споры, что тогда делать? Мы с вами знаем, что нотариат – это всегда сфера бесспорная. Нотариус, компетенция нотариуса там, где нет спора. И компетенция нотариуса состоит в том, чтобы и задача основная – содействовать в реализации прав и защитить интересы, сделать так, чтобы не было спора между обратившимися лицами. Ну как вам наш сюжет? Не ошиблись ли нигде? Нет, не ошиблись. Хочу сакцентировать внимание, что нужно помнить, открыть наследство нужно в течение 6-ти месяцев с момента смерти, со дня смерти. А если не сделал это? Скорее всего, пойдем в суд. Пойдет в суд наследник доказывать, что да, я принял это наследство. Поэтому держим в голове, конечно, 6 месяцев с момента смерти. А что не облагается налогом – дарственное или завещание? Или все облагается налогом? И каким? Сейчас расскажу. Давно, с 2007 года, не облагается налогом никакое наследство. Ни по завещанию, ни по закону. Не облагается. А дарение, да, облагается. Но облагается только, если посторонние люди друг другу дарят. Что бывает крайне редко. И всегда вызывает большие вопросы у нотариусов. А если близкие родственники, то в силу налогового кодекса они освобождаются от уплаты налога на дарение. Это супруги друг другу, бабушка, внука, полнородные и неполнородные братья и сестры. То есть это все… Да, это освобождается. И даже никакой ты налог для вступления в наследство не платишь? Никакой. Потому что у меня в голове какие-то воспоминания, может быть, еще до того, что нужно было заплатить какой-то процент от, допустим, от стоимости квартиры. Это вы про тариф, наверное, говорите, нотариальный. Наверное, про это, да? Я не знаю. Я очень далека от этой темы. Понятно. Поэтому вы эксперты, а я просто слушаю и узнаю новую информацию. Понятно. Это не налог, да. Действительно, уплатить нужно будет тариф, нотариальный тариф, который состоит из федерального части и регионального тарифа. Он незначительный. Если наследник по завещанию, то это 0,6%. Если по закону 0,3% от наследственного имущества. Большое количество льготных категорий лиц, которые вовсе ничего не заплатят. Поэтому слухи о нашей высокой стоимости сильно преувеличены. А договор дарения и дарственное, это одно и то же или это разное? Это одно и то же. Только договор дарения – это юридическое понимание, понятие, термин. А дарственное – это, ну, так принято называть. А можно сделать дарственное, например, если уже есть завещание? Конечно. И ты уже где-то что-то завещал, но вдруг решил сделать дарственное? Конечно. В этом, наверное, прелесть завещания. Что, сделав его, это никак не ограничивает вас в распоряжении этим имуществом. Вы можете продать, и тогда нечего будет наследовать вашим наследникам. А наследство тогда нужно будет переделывать или уже продали? Нет, а уже ничего просто нету. Не надо. А если что-то ты подарила, а что-то осталось? А смотря какое завещание. Вы можете сделать завещание, например, на все мое имущество, и потом часть из этого подарить. Ну и тогда ничего переделывать не надо. Все, что вам будет принадлежать на момент смерти, все и перейдет наследнику. Вот есть ли у вас завещание? Мы задали такой вопрос петербуржцам, и вот что они ответили. Давайте вместе посмотрим. Давайте. Вы написали на завещание свое? Написал. Потому что после того, как меня не будет, чтобы не было разборки между родственниками. Пока нет. А вообще считаете, что это важно написать? Ну, наверное, надо, чтобы потом родственники не дрались. Кому? Нет. Да и нечего. Ну, слава богу, мне уже восьмой десяток. Почему бы не написать завещание? Нет. Не написали? Нет, не написал. Я не собираюсь умирать. Но я думаю, в какой-то момент, в период жизни это очень важно, потому что, ну, если думаешь, что там умрешь буквально там завтра, послезавтра, почему бы и нет, да? Главное не завещание, главное наследие оставить после себя что-то очень важное. Но это же надо кому-то оставить? Поколению. Ну, не только одному человеку завещание, а вообще это что-то грандиозное, понимаете? Меня последний ответ порадовало. Замечательно, какой молодой человек, все правильно сказал. А у вас есть завещание? Такой вот необычный вопрос. Ну, обычно сапожник без сапог, но я с сапогами. Да, у меня есть завещание. Кот сапога. Давайте тогда поговорим про порядок наследования. Как вообще происходит, как определяется круг лиц, допустим, если завещание нет? Если завещание, ну, перво-наперво, что нотариус выясняет, и в течение суток он должен выяснить в информационной системе нотариата, в единой информационной системе, есть ли завещание. Его нет. Тогда наследование наступает по закону. Это дети, супруг, родители. Дети, супруг, родители. А в каких долях? В равных. Ага. В равных долях, если это не изменено завещанием. Хорошо. А если завещание есть, то собираются действительно люди и оглашается завещание, как в американских фильмах? Нет. Нет. В американских фильмах, возможно, и так. У нас это не так. Оглашается это закрытое завещание. Но, опять-таки, это большая редкость для нашего правопорядка. Его практически никто уже и не делал, и не делает. Нет. Иначе это происходит. Более скромно, более так, буднично, что ли. Нотариус, если узнает, что было завещание, и, как правило, наследник по завещанию знает, что ему оставлено наследство. И он к нотариусу и приходит, подает заявление о принятии наследства по завещанию. Нотариус сам собирает документы, требуемые для выдачи свидетельства о праве наследства, старается максимально оберегать наследника от получения всяких справок и просит оказать содействие только если сам нотариус не допущен в тот или иной информационный ресурс. Тогда нотариус выдает запрос наследнику, и он сам куда-то идет. Но это крайне редко в настоящее время. Поэтому наследнику нужно один раз прийти, подать заявление о принятии наследства. Шесть месяцев ожидаем с момента смерти. И затем нотариус выдает свидетельство о праве наследства, которое сам же и подает на регистрацию в Росреестр. То есть никуда наследнику самому не нужно обращаться и тратить время на это. А если спорная ситуация, то что происходит? Если спорная ситуация, то правильно было отражено в сюжете, Иван Дмитриевич сказал, что нотариус действует там, где нет спора. Как только возникает спор, условно говоря, нотариус говорит, стоп, у меня компетенция закончилась, дальше компетенция суда. И наследники идут, конечно, в суд с тем или иным исковым требованием и уже разрешают свои вопросы в суде. А были ли у вас в практике какие-нибудь интересные случаи, необычные, когда что-то такое из рук вон выходящее происходило? Про завещание? Да. Да, наверное, у каждого нотариуса есть такие истории, такие немножечко забавные, иногда очень грустные. Ну, наверное, самый такой очень приятный был момент, когда было открыто наследственное дело после скоропостижно скончавшегося мужчины. У него была жена, которая законная жена, дети были в законном браке, ну и оказалось, что были любимые женщины. Ну, хочу сказать, что это не единичные случаи, в случае смерти мужчины, вот, и первоначально, только что драки не были у меня в помещении конторы, совершенно страшная история была. Плакали, все плакали, все узнали друг о друге и так далее, вот, а закончилась все дружба этих женщин. Ничего себе! Правда. Вот женщина – это сила, конечно. Да, они подписывали уже в конце соглашения, и ребята, дети уже на коленях сидели у совершенно других мам, и, в общем, как-то закончилось все вот так, и они уже стали, я уж не знаю, дружить против этого их мужа, то ли они, наоборот, сплотились, но было крайне приятно, что вот я смогла как-то их вот таким образом сблизить, что ли. Спасибо большое за этот разговор, спасибо за эту замечательную историю. А я напомню, мы беседовали с Марией Тереховой, президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я, Анастасия Петров, Объясняем СПВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова